всем привет привет мои дорогие друзья и с вами любовь и мой мирок орхидей сегодняшнее видео у нас с вами пойдет как же полить орхидеи после пересадки которые были очень долгое время на реанимации то есть у них была проблемная шея у них была проблема с корнями и вот вот мы только только с вами нарастили наконец-то и новые корешки которые заметьте самостоятельно пить еще водичку не умеют и вот прошло у нас с вами 45 дней вот эти вот орхидейки мы с вами вместе пересаживали 6 штучек две из них были джимпи и обрабатывали мы с вами шейку им отрезали ненужное уже но то что уже не нужно в горшочке до предыдущие видео реанимации есть посмотрите пожалуйста внизу ссылочку оставлю под этим видео на видео после реанимации пересадка вот и мы с вами обрабатывали наши орхидей кипа или их перед посадкой препаратом форма йод форма йод это не тот йод который продается в аптеке для людей этот форма йод специально идет для растений вот таких вот красавиц мы с вами пересаживали смежный грунт то есть в грунте у нас находится кокосовая ой да но есть там и кокосовые от кокосового горшочка фото таких вот немножко но и практически нету в основном там находится у нас с вами кора разной фракции теофлора какой скорлупа кедрового ореха что мне этот кокос прям дался вот такая вот скорлупа кедрового ореха составе и мог свагнум все это у нас находится с вами в составе данных горшочков на сегодняшний день что я вам могу сказать орхидейки чувствуют себя замечательно после пересадки мы с буквально вот прям буквально на донышке подливали водички сейчас ее нету вот такие вот чудесные корешочки у нас проснулись сейчас фокусирует покажу вам прошло пять дней видите корешочек пошел от шеи где-то еще наблюдала ах вот на этой же орхидейки с другой стороны смотреть какое чудо девчули прошло пять дней то есть но вот эти орхидейки с вами замачивали в растворе форма йода добавляли на литр воды буквально пять шесть капель форма йода и полностью прям вместе с проблемной шеи окунали в этот раствор чик они у нас там какое-то время стояли пили шейки питались форма йодом форма йод убирает все гнилостные процессы помогает растениям восстановиться ну то есть обеззараживает и им легче вернуться к жизни и сейчас мы с вами будем поливать эти орхидейки посадочки у нас были с вами вот в такой чудесный кокосовый горшочек который муж у меня сам сделал сейчас я вам покажу неудобно у меня тут я уже поставил лягушка наши с вами упал мог видите вот такой вот горшочек трио трио и вот мы с вами тоже его сейчас будем поливать он еще у меня не поливался эти посадочки были чуть чуть раньше вот такой горшочек мы с вами сажали дендробиум и два штучки и ванночки сажали вот такие подвесные кокосовые кашпо который я тоже делала сама и сейчас мы будем с вами запускать эту систему чтобы корешочки наши начали работать расти и питать нашу орхидейку я бы сказала они чувствуют себя вот просто замечательно прошло пять дней вот это вот помните мы с вами отрезали листик который висел вот она начала его съедать это очень хороший признак когда нижний листик после пересадки и который был уже такой дряблый для дряблый она начала съедать это означает что внутри корешочки тронулись в рост что орхидейка начала отдавать свои витамины съедав вот этот нижний листик бояться этого никогда не надо то есть это хороший признак вот на это тоже видите стал желтеть листочек это тоже хороший признак нижний заметьте нижний самый нижний листочек на дендробиум у нас с вами смотрите здесь тоже полезли корешочки очень активно мне нравится этот процесс значит посадочка тоже прошла успешно я думаю что сейчас после полива вот я приготовила чудо свою леечку и сейчас я вам покажу как правильно поливать орхидеи после пересадки и которые у нас были долгое время на реанимации и наращивали очень долгое время корешочки данные орхидейки у нас с вами наращивали корешочки так одну минутку сейчас установлю телефон не очень удобно это делать когда уже включена камера надо и сейчас мы с вами поштучно будем каждую карты поливать я вам покажу как это делать давайте начнем наверное с кокосового горшочка вот с этой конструкции чтобы нам ее просто полить и пока убрать так берем промоет промоет у меня есть на страничке можете пройти посмотреть ссылочка на мою страничку будет тоже под этим видео так сейчас я открою чтобы вам было видно наверное мы это сделаем вот так и вот у нас формует 2 литра у меня леечка 1 2 3 4 5 6 7 8 я думаю достаточно сейчас я все это дело перемешаю так сейчас мои дорогие я закрою бутылочку с форма ётку чтобы не пролить на стол и мы будем с вами поливать наши орхидейки зачем буду делать первую палец форма ётку потому что я вижу уже неплохие результаты после обработки форма ётку и теперь я хочу пролить наш грунт вместе с корешками то есть чтобы все какие-то ненужные бактерии просто погибли так мы поливаем наших красоток по краешку не заливав шею это у нас с вами гиганты и ки из рода вандовых так полностью чтобы весь наш грунт мочился намного чтобы он достал водичка достала сейчас до первых горшочков здесь чтобы они стояли и впитывали водичку все у нас все с вами достает вот смотрите водичка достает до горшочков и сейчас мы с вами отставим этих красавиц в сторонку подготовим другую партию водички будем поливать с вами дальше вот этих красавиц теперь мы с вами поливаем ванночки которые у нас с вами висят и нам тоже надо чтобы здесь у них грунт намок потому что полив у меня будет один раз в неделе не чаще сплывает вот здесь у них все сухо все свободно лежит и вижу вижу накосячила попала в шею бандочки пропитая водичку чтобы ни в коем случае она там не оставалась и тоже отставляем их пока в стороночку пускай стоят намокают горшочки все какие-то бактериалки еще что-то грибы формают это все поможет дезинфицировать ну поливать дендробиумы наверное самое простое мне тоже надо чтобы пробка промокла набрала в себя влагу поэтому мы вот так вот залили внизу сейчас водичка и пробка все эту влагу поднимет тоже наверх по своей структуре тоже отставляем в стороночку и начинаем полив наших красоток которые мы с вами пересаживали 5 05 01 2020 вот две орхидейки у нас с вами были джемпишные которые очень долго реанимировались которые брыкались и никак не хотели жить но сейчас замечательные результаты этот корешок меня совсем радует вот который от шейки буквально за пять дней у нас с вами проклюнулся смотрите какая прелесть вот он малепосечный крошечка вот он зайка вот такая вот красавица у нас тут с вами и сейчас мы с вами будем их тоже поливать вот это самый самый главный момент его надо ни в коем случае не упустить и правильно сделать самый первый полив реанимационных орхидеек после пересадки то есть запустить эту систему чтобы она начала работать кстати данная система полива буквально тоже через четыре через пять дней первый полив до после пересадки также относятся и закрытой системе так как у нас горшочки двойные это практически закрытая система у нас с вами вот такие горшочки сейчас минуточку я освобожу ее покажу вам вот у нас вот такие двойные горшочки вот с такими ножками и у нас получается с вами такая же практически закрытая система но она гораздо удобней чем полностью закрытая система вы в любой момент можете вынуть этот горшочек и полностью под напором воды по краюшку вот аккуратненько пролить ваши орхидейки сейчас у нас с вами разговор идет он раскукленный корешочек пошел тоже в рост замечательный результат я довольна по моё там по крайней мере на пока вот на эти пять дней я очень довольна потому что вот именно джемпишные орхидейки совершенно никак не хотели жить то есть в них сидела какая-то болячка в них сидел вот этот магазинный как там сказать вот где их выращивают до садовники тепличный скажем так перекорм и цветочки очень тяжело эти восстанавливались это единственные цветы которые у меня вообще выжили из джемпишных то есть буквально вот наверное две две три орхидейки смотрите внимание дорогие мои поливаем аккуратно по краюшку самой шеи не пробираемся водой если у кого-то нет вот такой лечки вы поливаете из бутылки тем более надо делать это осторожно потому что когда вы наклоняете горлышко бутылки она у вас плюхает и попадает сюда в шею ни в коем разе этого делать нельзя у вас так долго болели орхидеи вы так долго их восстанавливали и если сейчас плюхнуть им вот сюда водой все загниение неизбежно и это смерть и вот то есть вот так по краюшку осторожно с обоих сторон мы проливаем наш грунт грунт почти до верха почти до верха но ни в коем случае не до самого верха то есть буквально два три сантиметра от верха мы с вами оставляем сейчас давайте я сниму камеру и вам специально покажу до верха ни в коем случае этого делать нельзя чтобы шея у вас в воде не стояла вот смотрите какая прелесть пять дней ребят пять дней и те корешочки что были они тронулись в рост орхидейки у нас стояли мы с вами им наливали при пересадке вот столько в нижний горшочек воды для того чтобы они чувствовали корешочки эти влагу который пить самостоятельно еще не умеют воду они не привыкшие к воде они росли над водой поэтому пить они сами не умеют если им сейчас сразу дать много воды вот при пересадке бы тогда я до налила бы им целый горшок воды да и намочила весь грунт это стопроцентная гибель корней то есть этого делать сразу ни в коем случае нельзя то есть корешков у нас с вами мало особенно вот у этой мы ее замачивали с вами вообще в густом форма йоде у нее там буквально три-четыре корешочка которые вот доходят до середины где-то горшочка и мы с вами вот так вот прям вот вот чуть-чуточку вот здесь оставили им водичку и вы как видите водичка принт и вся испарилась там буквально у меня капелька осталось я их сейчас свела то есть постепенно эта влага вот за пять дней поднималась наверх и орхидейка и корешочки эту влагу здесь чувствовали но они стояли в сухом сухом грунте чуть-чуть он был влажный этот грунт то есть я его за сутки замочила сутки он у меня простоял проветрился весь этот грунт я так делаю всегда и на вторые сутки я начала в этот грунт сажать то есть он уже обветрился но он не был сухим и он не был мокрым вот такая вот серединки наполовинку и вот такой вот у нас с вами в принципе за пять дней неплохой результат давайте сейчас я установлю опять камеру и мы с вами продолжим наблюдать и поливать наши орхидейки с вами вот подготовила еще леечку водички и когда у вас орхидейки были вот такие проблемные то есть у них была какая-то проблема шеи с корнями да ни в коем случае никогда не поливайте их вместе в одной воде эту воду повторно на другие орхидейки вот сейчас они у нас постоят попьют ни в коем случае не используйте для других растений точнее для орхидей вот скажу честно эту воду я потом использую жалко воду потому что вот именно вот эта вода у меня растаянный снег и просто так вылить ее теперь в унитаз да мне жалко поэтому я ее вылью у меня есть фикусы у меня есть кактусы у меня есть китайская роза поэтому эту водичку я просто вылью туда я думаю что на них орхидейные какие-то там проблемки не передаются ну конечно это я так думаю но по крайней мере за столько лет ничего такого не замечала и вот так мы тоже с вами по краешку поливаем и аккуратно не попадав в шею это же практически до верха почему не доливаем до самого верха потому что у нас с вами там шея уже и этого делать нельзя чтобы шея полностью стояла у вас воде потому что сейчас там грунт она проветривается меньше чем когда наращивала корешочки и во первых сейчас она у нас какое-то время с вами постоит водички и водичка в любом случае пропитает верхний слой коры поэтому до самого верха наливать в любом случае ни в коем разе нельзя чтобы избежать заново каких-то загниваний и тем более при посадке при поливе никогда старайтесь не попадать в точку роста тем более зимой как бы тепло у нас дома у меня дома очень тепло я всегда внизу горшочка оставляю водичку всегда но если попасть шею и оставить там водичку проблема будет а будет она в том что нету циркуляции воздуха вентиляторы у меня нигде никакие не стоят почему когда вот многие говорят да в теплицах азиаты даже поливают их сверху из шланга да они поливают в теплицах сверху из шланга так у них и стоят там кондиционеры у них там стоят вентиляторы у них там стоит обдув теплым воздухом понимаете то есть они их полили из шланга и тут же обдули их все это дело обдулась продулась и никакого загнивания не будет потому что гуляет циркуляция воздуха вот тогда это это ничего страшного но в наших домашних условиях ни в коем случае этого делать нельзя сейчас мы с вами продолжим аккуратненько все это дело мы с вами проливаем там у нас мог там у нас циафлорка скорлупки от орешков и вот так вот мы оставляем вот видите опять я до верха нет не доливала водичку 6 орхидеек мы с вами тогда пересаживали которые у меня были долгое время проблемные и вот это у нас с вами запускается наша система наша микрофлора в горшочке все достаточно видите доверху я тоже не добила циафлора тоже по себе водичку передает наверх поэтому все это постепенно сейчас пропитается циафлорка шипит как хорошо все этого достаточно видно да что до самого верха я не полила сейчас тут замочу еще наш дембробиум побольше набираем водички побыстрее нашу пробку с вами намочилась ну вот пока эти красавицы у нас пускай сами стоят пьют раз мы отодвинем их стороночку чтобы они нам не мешались и пускай вот так у нас намокает с вами голом а мы тем временем возьмем с вами проблемно конечно вот делать первое полива да но ничего страшного это не постоянно я не тот человек который круглосуточно сюсюкуюсь с орхидеями самое вот такое проблемное это первый полив то есть запустить эту систему все потом проблем в этом никаких нет достаем наш кокосовый с вами воршочек внизу у него там дырочки сделаны и вот так вот оставляем пахнет йодом как хорошо и вот так вот оставляем на какое-то время стечь лишней водички ну буквально на пять минуточек сейчас мы это водичку пригодится у меня там есть спатифилум анториум и мы польем наши цветочки и вот такое вот у меня как блюдечко сделано давайте протрем сразу чтобы было все чистенько так рыжечки у нас от майонезных ведерок и вот так вот видите как промок кокосовый горшочек и он очень долго будет вот таким влажным то есть то что надо ванда вам орхидей ком и вот так вот мы поставим на свое место нашу композицию далее отставим в стороночку не мешалась на наш композиция и берем наши вандачки так пропитались тоже все давайте посмотрим до этого вполне достаточно внутри тоже влажный горшочек этого достаточно для них все ему вот так вот такой ситочка у меня здесь двойное поднимаю принципе никаких проблем отставляю в сторонку на подносик и водичка стекает сейчас я водичку тоже собью под орхидейки конечно же я использовать ее не буду сейчас вы скажете а как же ты сейчас будешь вешать эти горшочки да на место внизу у тебя стоят фаленопсис это кто знает и смотрит мои видео те знают что у меня они висят внизу стоят фаленопсис и делать мы с вами это будем вот так сейчас зацепилась берем этот горшочек берем вот такую салфеточку вода здесь уже не льется просто от остаточной какие-то капельки и вот так вот мы все это дело просто промакиваем даже можно на какое-то время оставить эту салфеточку для того чтобы она впитала в себя вот просто излишне вот эти капли буквально на пять минуточек вот так вот вот даже если отпустить ничего никуда не падает и все это можно повесить обратно уже и потом просто подойти и снять их и у нас на нижней орхидейки копать ничего не будет так сейчас давайте вот так вот их поставлю чтобы они держались и не падали возьмем еще две салфеточки опа это же таким же образом девчонки не падать сделаем зацепились своими цепями так такие мои сейчас минутку цепи цепи отцепили здесь вот уже в принципе ничего не копает так для подстраховки все равно можно это сделать поставим следующий наш просульку тоже поставим пускай постоят и сейчас мы с вами просто развесим на свое место ну и тем временем вынимаем наш с вами полив дендробиума вот он так так не видно вам ничего намокла наш пробковое дерево этого достаточно даем тоже какое-то время стечь на подносике а потом опять берем вот такой вот такой точнее крышечку лишняя водичка уже сбежала и ставим вот на эту крышечку и ставим на свое постоянное место как будет у меня происходить второй полив данных растений если вам интересно пишите в комментариях я обязательно вам покажу он уже гораздо проще и гораздо легче так все отставляем этих красоток сторону пока мы занимаем занимаемся с вами полинопсисами эти красавицы у нас все постоят и весь а потом все развесим на их не постоянное место так что нам с вами надо что нам с вами надо взять емкость куда мы будем сливать водичку и теперь это все дело будет происходить надо сделать так чтобы было видно вам первая орхидейка у нас была с вами вот это замоченная так полностью сливаем водичку ставим на подносик выливаем эту воду полностью заметьте полностью выливаем и ставим наш горшочек сюда какие-то капельки не слит не не были слиты да они останутся в горшочке там останутся буквально капельки сейчас мы с вами посмотрим сколько воды там останется после того как мы закончим их все сливать берем вторую нашу красавицу смотрите корешочки как напитались вот мы уже научились пить сами то есть когда корни пить не умеют еще они не зеленеют очень долго также сливаем водичку пахнет йодом как замечательно вот запотела не видно сейчас вот здесь корешочек серый не умеет еще пить сам именно поэтому мы сейчас воду сливаем полностью все знаете вы что я водичку всегда оставляю внизу и довольно таки много оставляю но именно сейчас я ее сливаю полностью потому что у нас весь грунт с вами пропитался водичкой вот это самый главный запуск нашей системы ведь тоже не до конца корешочки еще напились то есть быстро они еще пить не умеют верхние корешочки но этого вполне достаточно грунт мы с вами промочили грунт промочили полностью шеи ни у одной орхидейки мы с вами не намочили этого делать ни в коем случае нельзя турбур у всех просто замечательный вот просто замечательно пустой горшочек у нас вот там корешочки виднеются хорошие зеленые те что мы с вами очень долго наращивали тоже ставим коршочек вот у нас осталось с вами последняя орхидейка уже сливаем ей водичку давайте посмотрим как у нас тут с вами намок грунт вот он пропитался весь там есть мох по чуть-чуть вот там корешочки виднеются зелененькие малюсенькие 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 у нас у этой орхидейки с вами был корешочек были корешочки еще маленькие поэтому надо не запустить их а дать им жить смотрите какая красота вон какие жирнючие красиве наш орхидейки эти корешочки хочу запечатлеть их рост и мы с вами будем наблюдать как они растут видите какие они еще маленькие но жирные давайте обратно закопаем все и вот так вот в своем в своих условиях своем в своем случае да я сейчас оставлю орхидейки но думаю что также ой сейчас не буду эту воду трогать а то сейчас я ее пролью нет надо убрать вот в моем случае у меня дома очень тепло грунт у нас влагоемкий то есть там кора циафлора мог сфагнум скорлупа кедрового ореха это все влагоемкое сейчас мы с вами промочили ну вот у это видите вот совсем прям вот чуть-чуточка на дне воды то есть она до грунта ни граммочки не достает грунт у нас с вами сейчас очень влажный к тому что мы их напоили поэтому буквально где-то мы буду смотреть думаю что неделю они у меня точно простоят до полного просыхания но что будет с ними вот через неделю как они просохнут если вам интересно пишите я обязательно вам покажу и сниму как они развиваются дальше я думаю что замечательный результат наших реанимашек с вами видео прям вот буквально пять дней назад выходила на моем канале можно опуститься и посмотреть ссылочка на мою страницу в одноклассниках тоже существует под данным видео вот такие вот у нас с вами поливы произошли за последнее время и замечательные результаты кому понравилось мое видео ставьте лайк кому не понравилось дизлайк подписывайтесь на мой канал всегда рады всех видеть я очень надеюсь что это видео было вам очень полезно если что-то вдруг непонятно задавайте вопросы я вопросы все ваши фиксирую и обязательно в ближайшем видео отвечу на все ваши недопонимания всем пока пока и до новых встреч с вами была любовь и мой мирок орхидей сейчас многие скажут ну вот побили мы орхидей ки замочили долей маленечко в ванной стечь что дальше вода так а пает у нас внизу с вами стоят еще орхидей на которой вода попадать нельзя вот так берете одноразовые полотенчики и обматываете дать хвостики отданных кашпо в этих посадочках в этих горшочках у нас они без добавочного какого-то кашпо то есть полностью сидит орхидейка в этом в этой корзинке то есть корзинка грунт и орхидейка все никакого кашпо внутри нет поэтому мы их поливаем же замачиванием и естественно водичка потом будет стекать чтобы не повредить нижним орхидейкам которые у нас стоят внизу после полива дали стечь буквально пару минут в ванной и остаточные все капельки которые могут стекать вот этим волосушкам можно вот так вот обвернуть одноразовыми полотенчиком они очень хорошо прилегают и вся излишняя влага останется и которые орхидейки стоят у нас внизу вы им не повредить то есть вода в нижней орхидейки в точке роста не попадет а вся влага останется ватных полотенчиков пока занимаетесь поливаете другие орхидейки потом просто убираете эти полотенчики и все и опять у вас красота и никому вы не навредили все замечать здесь у нас сейчас указать раскуклились корешочки у нас сакура с вами бабочка это буточка единственное отменяем их местами то наверх то вниз никак не могу придумать как им удобнее здесь висит ну им нравится хоть внизу хоть наверху в этих посадочках им нравится такие вот кубышечки висят ребята попрощалась попрощалась с вами но не показала где стоят ведь не все давно с нами на канале вот такая красота вот так у меня здесь стоит смотрите как здорово смотрятся эти кокосовые горшочки кто не знает где их приобрести заходите ко мне на страницу ссылочка под этим видео вот такая вот у меня здесь композиция красоточка звездом наш идет и вот они наши пересаженные и политые красотульки это не не сегодняшняя серия девочка 6 красоточек ну теперь точно всем пока пока и до новых встреч не забывайте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить самые главные и важные новости пока пока и ты и и Субтитры подогнал «Симон»